здравствуйте с вами ада конде сегодняшнее видео будет ответом на многочисленные вопросы как пользоваться методиками которые направлены на то чтобы создавать свою реальность идет ли речь каких-то конкретных методиках нет сейчас я буду говорить обобщенно в принципе о любых работающих методиках для создания своей собственной реальности для моделирования событий вашей жизни будущей жизни и здесь можно привести в пример и методики визуализации и всем известные я так понимаю аффирмации а также хорошо известные моей аудитории методики прописывания о которых я говорю довольно часто в том числе на моих семинарах то есть без разницы чем вы пользуетесь могу вам сказать что по сути методик работающих довольно много потому что работающая методика это та которая базируется на главных законах если она помогает вам следовать этим законам то она будет работать меня регулярно спрашивают как часто нужно делать или использовать эти методики и техники я уверена после этого видео ответ у вас будет эту тему нужно было уже давно раскрыть и отчасти я это уже делала например видео почему мечты не исполняются или в видео которые называются закон движения энергии а также видео про аффирмации и если вы смотрите это видео на youtube канале или на моем веб-сайте в ума не арт точка ком то в описании этого видео или под видео вы получите ссылки на эти три видео которые только что упомянула и я понимаю что это видео сейчас смотрит кто-то абсолютно незнакомый не со мной не с моим проектом и в принципе мало знакомый вообще с идеей создания своей жизни своей реальности осознанно для того чтобы дальнейшая информация вам было понятно давайте обопрёмся а если вам пока не привычно хотя бы предположим такую мысль что вы влияете на события в вашей жизни намного больше чем вы могли об этом догадываться и предполагать вполне вероятно именно вы и создаете события вашей жизни именно вы формируете вашу реальность могу вам сказать точно одно реальность формируется не без вашего участия так вот задача всех практик по сути следующие качественные эффективные практики должны привести как минимум к трем эффектам первое что вы должны достичь с помощью практики или качественно разработанной методики это то что у вас формируется понимание и четкая картинка того что вы хотите если у вас это четкой картинки и понимания нет то можете практически забыть что у ваше эфемерное желание реализуется в виде события второе что вам помогает достичь качественная методика это приблизить вас наиболее близко к убежденности что это для вас возможно то есть по сути это выработка веры что вы это сможете реализовать или что это вообще в принципе теоретически достижимо и третий важный эффект это по возможности свести на нет как минимум значительно сократить количество тех мыслей которые ведут вас в обратную сторону то есть прочь от вашего идеального сценария когда вы начинаете своей голове допускать сомнения пытаясь найти доказательства того что ваша мечта невозможно это все вас ведет прочь от вашего сценария также как и допущение других не самых приятных для вас сценариев понятное дело никто из нас не идеален нет нет время от времени даже у самого дисциплинированного ума или человека дисциплинированно следящего за своими мыслями все равно будут периодически проскальзывать мысли сомнением мысли о том что что-то пойдет не так что что-то не получится это нормально но опять же мы говорим что эти мысли должны быть сведены до возможного минимума это три важные эффекта которые дают хорошие продуманные грамотно составленные техники можно сюда конечно дописать еще кое-что чувствуализации на чувствуализации включается автоматически когда вы занимаетесь детальным представлением того что вы хотите можно сюда добавить работу с процессом достижения но на самом деле это уже детали многие забывают именно вот этот третий пункт что вам нужно обязательно следить чтобы ваши негативные мысли сомнения и проигрывание в голове нежелательных сценариев было среди но к минимуму и именно из-за непонимания этого момента часто возникают вопросы подобные этому как часто мне нужно делать методику когда конкретно мне садиться и делать методику технику или какую-то практику еще расскажу вне зависимости от того какой методикой вы пользуетесь для вас ключевое значение имеет то насколько вы если хотите в процентном соотношении грубо говоря в своих мыслях держите желаемый сценарий и в каком процентном соотношении у вас мыслях содержится размышления переживания по поводу того что случится что-то другое или то что вы хотите не получится поэтому здесь ответ будет заключаться не в том как часто нужно делать методики а в следующем как часто ваши мысли не соответствуют тому направлении куда вы хотите двигаться и если большая часть ваших мыслей направлена на то чтобы переживать сомневаться искать поводы разуверить себя в том что это возможно то ответ тогда следующий вам придется действительно потратить много времени на то чтобы заниматься практиками методиками прописыванием визуализации чем угодно просто потому что вам нужно будет но если хотите перекрыть количество тех негативных мыслей которые у вас в голове краятся но не получится ли так что вы целыми днями сидите делать методики скажу вам из моего практического опыта мне встречались люди которые как отличники школе делали методики утром в обед и вечером иногда по две методики каждый раз в один присест и почему-то их движение вперед было не сильно значительно вопрос следующим а зачем вам так часто делать эти методики скажу вам следующую правду если человек постоянно занимается этими методиками то по сути это означает что он не верит что у него это получится что ему это можно он этого достоин этого я имею ввиду своего желания желательного сценария или мечты и убегая в практике пытаются хотя бы пожить этими иллюзиями это первая причина вторая причина это то что исполнение этих практик дает человеку ощущение действия но я же иду вперед я села я помедитировал я подумала я села прописала я проговорила под нос себе аффирмации и это некий самообман потому что если ваше мышление после практик после методик не сдвигается и если вы не начинаете по ходу вашего дня мыслить немножко по-другому реагировать немножко по-другому то могу вам сказать что ваши практики прошли бесполезно так вот наша задача не увеличивать количество положительных мыслей как таковых а смотреть на пропорцию сколько у вас голове мыслей ведущих вас к мечте и сколько отдаляющих вас от мечты и если все-таки мысли отдаляющих вас от мечты много работать над тем чтобы их было меньше например вам в помощь видео который называется два главных навыка для успешной жизни где я рассказываю о том как контролировать мысли и эмоции но должна говориться что хорошо составленная методика она уже вас ведет к тому что количество негативных мыслей и сценариев резко сокращается и регулярность исполнения таких методик я не говорю что это нужно делать с какой-то маниакальной усердностью но регулярность этих методик приводит вас к тому что вы все больше и больше срастаетесь с тем образом желанного будущего желанной ситуации и все больше пропитываетесь верой уверенности что это случится потому что когда вы используете методику для вас это уже случилось сейчас я приведу вам сравнение которое многое расставит для вас по местам и я знаю вы очень любите мои видео именно потому что я умею на каком-то простом примере очень понятно и главное это очень хорошо запоминается объяснить как это действует представьте что вы решили перейти на правильное питание вы открыли книгу и там написано если вы хотите правильно питаться то следите за тем чтобы в вашем рационе преобладала живая пища а также овощи казалось бы очень мудрый совет да действительно в вашем рационе должна преобладать живая пища овощи фрукты и человек понявший это буквально что он делает он наевшись привычных беляшей и чебуреков и бутербродов помня о том что овощи должны преобладать начинает закидываться овощами и в итоге набив свой желудок до полного отказа и не способны двинуться с дивана он не понимает почему здоровое питание не помогает технически все правильно овощи свежие продукты преобладают его рационе но такой человек забыл об одном нужно заменять а не добавлять и понятное дело как и в случае с здоровым питанием время от времени вы съедите конфету вы с удовольствием скушаете бутербродик но в вашем рационе преобладают полезные продукты я уверена многим сейчас помогло это сравнение и подытоживая нашу сегодняшнюю встречу не нужно мучаться вопросом как много мне нужно заниматься практиками методиками спросите себя а в течение дня если я честно с собой поговорю я больше запугиваю себя отговариваю себя тревожусь сомневаюсь или я все-таки представляю куда я иду понимаю куда я хочу идти и действую здесь кстати ключевой момент действия почему потому что если вы только размышляете но не действуете то ваш мозг начинает сомневаться если вы не идете в направлении поставленных целей не делаете хотя бы маленькие шажки вперед то вы начинаете воспринимать это как неудачу поражение и понятное дело следом идут сомнения и так выберите себе хорошую методику поймите куда вы хотите идти предпримите что-то прямо сейчас и в следующем видео или через одно видео я вам расскажу как еще помочь себе поднять уровень вашей веры уверенности в том что у вас получится если вы еще не подписаны на мой канал то подписывайтесь заходите на веб-сайт потому что на веб-сайте есть большое количество хорошо структурированной информации а также расписание мероприятий если вам интересные мероприятия по этой теме то у меня прекрасная новость на веб-сайте появилась информация о семинаре ключ к реальности о котором многие еще не слышали ну что ж на этом я с вами прощаюсь и напоминаю вам что вы на верном пути с вами была ады конды до встречи